Ну что ж, больше всего вопросов возникло по поводу именно этой модели, поэтому после обзорного видео о нескольких работах лета я продолжаю о деталях, подробностях, сборке и примерке вот этой летней футболочки. Сразу, я думаю, стоит поговорить о том, из какой пряжи я ее создавала. Смотрите, это пряжа 50% хлопка, 50% бамбука, называется yarn art, по-русски мы говорим таити, по-английски читается тахити. Белая пряжа yarn art идеал, 100% хлопок, значит у этого 140 метров длина в 50 граммах, у этого 170 метров, что уже получше. Ну и, в общем, вот эти две пряжи называются одинаково, и это тоже 100% хлопок. Та, что 50% хлопок, идет вот в такой миленькой сумочке, в которой, я думаю, если изловчиться, то и хранить эту футболочку тоже можно будет, потому что она закрывается на молнию, ну и такое очень милое, такое то, что мы, девочки, любим, замечательное, сделали для нас удовольствие. Как рассчитать количество пряжи, которое вам нужно, я думаю, вы можете, прочитав инструкцию, решить это. Это верена, четвертый номер за 2005 год, вот с такой обложкой. Здесь, в описании этой модели, вы найдете определенное количество пряжи по каждому цвету. Я, как вы видите, для того, чтобы сделать контрастным, вот эту схему, немножко ее разукрасила абсолютно другими цветами. Дело было здесь совсем не в этом, а в том, чтобы создать контраст и вязать уже было бы удобнее. Здесь в инструкции четко написано, сколько длина нити, какое количество каждого цвета взять, поэтому на этом я останавливаться не буду, тем более, что нитки у меня были совсем не те, которые у них. А как я рассчитываю количество пряжи в зависимости от длины нити, я уже рассказывала в одном из своих видео. Ссылочку на него я, конечно, оставлю внизу. Там я говорю о том, как, увидев необходимое количество и длину нити в журнале, например, применить это к себе. Смотрите видео, если будут вопросы, задавайте там или здесь, под сегодняшним роликом. По их версии, футболка вяжется спицами 3,5. У меня это были спицы номер 3. При выборе белой пряжи я сначала хотела взять Ярнар Джинс белый цвет, но потом обнаружила, что она все-таки более плотная и жестковатая. Поэтому я обнаружила для себя вот эту. Мне она очень понравилась. Она гораздо нежнее и чуточку поплотнее, чем Ализе Белла. Поэтому вот между этими тремя пряжами, конечно, я остановилась на именно этой. Последовательность вязания у меня была такая. Для того, чтобы увидеть, как себя поведет перед, потому что все-таки он вяжется поперек, начиная вот отсюда, затем прибавляются петли, и вот так обратными рядами и прямыми мы двигаемся вот в эту сторону. Поэтому я хотела связать сначала перед, увидеть, каким он получится, и потом уже приступать к спинке и рукавам. Хотя, наверное, вы уже знаете, что чаще всего инструкции по вязанию начинаются со спинки. Не всегда, но чаще всего. Когда перед был готов, я набрала петли и связала вот эту планку для переда, и затем пришила их друг к другу. И я получила уже готовую переднюю часть, но, естественно, без обработки горловины. Я попробовала соединять их иголкой, мне это не понравилось, поэтому я их пришила друг к другу крючком. Да, должна сказать, что это вторая версия моей передней части, потому что сначала я выбрала сочетание совсем других цветов. Я хотела, чтобы эта футболка отличалась от журнального варианта, но затем я вдруг случайно в магазине обнаружила лежащие рядом вот эти нитки и все-таки решила вернуться к исходному, к оригиналу. И это, пожалуй, первый, пока единственный вариант связанной вещи, где я по горловине набрала именно столько, сколько рекомендует журнал. Не знаю почему, но до сих пор я набирала произвольно, а здесь вот у меня прямо петля в петлю, и один в один получилось как рекомендовано. И в предыдущем обзорном видео я говорила, что первоначально я делала смену цвета вот здесь, по краю горловины, но потом, связав какую-то немалую часть, я решила распустить и начала делать смену цвета вот здесь, потому что на горловине это создавало бы дополнительный объем, который здесь и так довольно приличный. Для того, чтобы прибавленные вот здесь по горловине петельки не создавали отверстия, я эти прибавленные петли затем в следующем ряду провязывала скрещенными. Как вы видите, очень хорошее получилось полотно. После того, как перед был готов, до его середины я начала делать убавки, и они делаются с таким же точным шагом, как и прибавки. И, как вы видите, тоже здесь я обошлась, и никаких отверстий совершенно не видно. Затем я приступила к вязанию спинки. Она вяжется снизу, то есть сначала набирается вот эта кайма, вяжется платочной вязкой, а затем идет переход на лицевую гладь, то есть чулочную вязочку. По такому же принципу соединяются рукава. Я сейчас вам пока демонстрирую несобранную вещь со всеми хвостиками, такой, какой она была в моем предыдущем ролике про летние работы. Кстати, то были не все летние работы. Сейчас у меня еще несколько процессов проходит, которые хоть у нас и близится осень, я все равно даже осенью хочу вам показать, потому что есть мастерицы начинающие, которые вяжут довольно медленно, или у них очень загруженность большая по жизни, по работе, поэтому за холодное время года они смогут успеть и связать, если им понравятся еще и те модели. Рукава, небольшие прибавочки вот здесь, и все просто, потому что это спортивный рукав, посмотрите, и здесь немножечко у нас закрываются петли, напереди и спинки, и, соответственно, в этом месте петли рукава вяжутся уже без прибавок, просто по прямой. Обычно, мои постоянные зрительницы знают, я стираю вязаные вещи в стиральной машинке на 30 градусов шерсть, но так как мы сегодня имеем дело с хлопковой вещью, или, по крайней мере, часть пряжи 50% хлопок, я решила угодить и тем, и другим. Обычно свои повседневные вещи, если они из смешанных волокон, я стираю на 30 градусов синтетической стирки. почти никогда не стираю на более высоких температурах, единственное, что стираю постельное белье на 60 градусов, и то очень редко. Главное, чтобы оно не занашивалось, и, естественно, мы, когда стираем, просто хотим освежить наши вещи. Поскольку пряжа не содержит искусственных волокон, а состоит только из бамбука и хлопка, я решила стирать эту вещь на 30 градусов деликатной стирки. Что это за стирка? Она предназначена в машинках для шелковых вещей, для стирки тюля, штор, которые не очень тяжелые. И поэтому я решила на хлопковой стирке не крутить, долго в барабане, чтобы волокна эти не разрушить. Поэтому нежная деликатная стирка очень подошла. Что произошло, когда я вынула ее из машинки? Машинка у меня без сушки, поэтому вынимаю я вещи слегка влажные. И в случае с этой футболкой, конечно, поскольку вязание то в одну, то в противоположную сторону, и, в общем, в разных направлениях идут, полотна, она слегка была растянута. Но я нисколько не расстроилась, меня это никак не напрягало, потому что я знаю, что, например, носочные немецкие нитки, если вязать из них какие-то вещи, вроде свитера, они очень сильно растягиваются. Но затем волшебным образом, когда они высыхают, они приобретают именно ту форму, ради которой я их вязала. То же самое произошло здесь. Я, когда увидела, что полотно чуть больше, я решила, это эксперимент, в любом случае нитки для меня новые, и поэтому я просто ждала, когда вещь подсохнет. И так и получилось. Никаких растянутых полотен, все выглядит так, как мне подходит. Естественно, каждый раз, когда мы имеем дело с чем-то новым, мы рискуем, мы идем на эксперименты. Главное не бояться. В конце концов, можно все переделать. Или, если вещи спортятся, этим мы платим за то, что мы учимся. Обучение тоже стоит денег. Поэтому не надо бояться что-то начинать. В конце концов, вы заплатите за свой личный опыт. Естественно, увидев, что она слегка увеличилась в размере, я сушила ее лежа и вот так вот приглаживала вот эти части вот здесь, буквально вот так, руками. Никаких утюгов у меня не бывает, увязанных вещей. И вот мы видим с вами то, что у меня получилось. Затем я меняла под ней махровое полотенце и быстро она очень высохла, хотя поначалу казалось, что это все будет происходить довольно долго. Сейчас мне нужно ее, наконец, соединить. Я буду делать это за кадром, потому что в моих видео вы можете найти и то, как я соединяю иголкой, и то, как я соединяю крючком. Этих роликов уже вполне достаточно на моем канале не буду тратить на это драгоценное время. Затем останется спрятать хвостики и можно примерять. Сегодня по-прежнему все еще жаркий августовский день. Он очень ветреный. И я рада, что я дождалась именно августа, потому что в июле было бы невозможно ее демонстрировать, потому что жара была невероятная. Сегодня мне в ней комфортно. Я ощущаю себя замечательно. Мне очень понравилась длина рукава. Это идеально то, что мне нужно. Ровно до сгиба руки в локте. Мне нравится длина самой футболки. И, конечно, у меня было небольшое волнение в тот момент, когда я вынула ее мокрую из машинки стиральной, как я уже рассказывала. Но сейчас все мои сомнения окончательно развеялись, потому что она высохла в спокойной обстановке, лежа, и вернулась в тот самый силуэт, для которого она была задумана. Горловину можно, конечно, вязать на круговых спицах без шва. Но у меня вот здесь, вот слева, есть небольшой шовчик, который практически не заметен. Вот так она выглядит со спины. Я тоже очень довольна этим. А на сегодня, пожалуй, все. Я надеюсь, что вы, как и я, рады тому, что у меня получилось. Я желаю вам сделать что-то подобное или один в один то же самое. А мне некогда. Надо бежать собирать другие вещи, потому что я думаю, что вы уже заждались. До скорой встречи на моем канале. С вами была Оксана Перуцкая. Подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, вы знаете все процедуры. С нетерпением жду новой встречи с вами. Пока!